Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сей. Ну что, начнем с еврейских погромов компании Black Lives Matter и о том, как американские евреи на это реагируют, или, точнее сказать, никак не реагируют? Да, и это, Сергей, это настолько шокирует меня, просто ошеломляет, что мы уже говорили об этом совсем недавно, но снова и снова возвращаюсь к этой теме, поскольку она остается за пределами моего понимания, хотя вот по материалам нескольких журналистов, в том числе Кэролин Гли, которую я очень люблю и цитирую часто, я попробую все-таки проанализировать эту ситуацию и Кэролин, да, приводит, по крайней мере, три причины, или, скажем так, три объяснения, почему, откуда берется это молчание агнца, в данном случае молчание американских еврей. Но действительно, начнем просто с описания ситуации. Был праздник Шавот, еврейский праздник Шавот 30 мая, и в этот день боевики Black Lives Matter провели, устроили погром в Ферфаксе, старейшей еврейской общине Лос-Анджелеса, где сегодня, в общем-то, проживают в основном ультра-ортодоксальные евреи. Они разбомбили тогда пять синагог и три еврейские школы и разграбили большинство еврейских магазинов, предприятий, которые были на проспекте Ферфакс. И вот журналист Даниил Гринфельд на фронтпедж, ссылаясь на Элисон Роуэн Тейлор, которая была одной из организаторов Stand Vsass, рассказывает о том, что в ходе беспорядков эта толпа скандировала «фак полицию» и «убивайте евреев». И, например, приводится свидетельство Ария Розенфельда, чей магазин был разграблен, который рассказал Джераз Лимпост, что когда он пришел защищать свой магазин, люди, которые неслись, они кричали «изгоним евреев» в адрес владельцев еврейских магазинов. И, развивая эту тему, Даниил Гринфельд, он говорит, что еврейские жертвы не были случайными жертвами «Большой ночи антироссистских беспорядков», в кавычках, антироссистских, конечно, устроенных Black Lives Matter. Ведь Black Lives Matter, напоминает он, в Лос-Анджелесе возглавляют откровенные антисемиты, которые имеют самые тесные связи с совершенно яростной антисемитской организацией нации ислама. И в последние несколько лет было зафиксировано огромное множество антисемитских заявлений со стороны как главы Black Lives Matter в Лос-Анджелесе Мелины Абдулы, так и ее дочери Тандивы Абдулы, которая является соучредителем молодежного авангарта БЛМ, то есть фактически молодежных отрядов боевиков, Black Lives Matter. И, помимо откровенного антисемитизма, также постоянные похвалы в адрес лидера нации ислама Фарахана, того самого Фарахана, который восхвалял Гитлера, а недавно назвал евреев термитами, и который последовательно совершенно выступает против еврейской традиции, евреев как таковы. И, мне кажется, мы уже говорили о том, что в уставе Black Lives Matter мы видим, насколько эта организация является структурно антисемитской, по сути своей. Вот приводятся новые доказательства, новый анализ. Ведь, обвиняя Израиль в совершении геноцида, Black Lives Matter обвиняет Израиль в том, что США ведут войну с исламом как бы по указке Израиля. Вот в Харте Black Lives Matter говорится так. США оправдывают и развивают глобальную войну с террором через свой союз с Израилем и являются соучастниками геноцида против палестинского народа. Согласно Харте Black Lives Matter, военная помощь США и Израилю является основной проблемой Америки. Поскольку, как утверждает Black Lives Matter, их программный документ, из-за военной помощи США и Израилю каждый год миллиарды долларов направляются от американских налогоплательщиков сотням оружейных корпораций, которые затем проводят лоббистские кампании и требуют еще больше иностранной военной помощи. И результаты этой политики вот какие. Она не только отвлекает столь необходимое финансирование от внутренних образовательных социальных программ, пишут в Black Lives Matter, но и заставляет граждан США соучаствовать в злодеяниях, совершенных израильским правительством. Другими словами, поймите, Black Lives Matter объявляет, что именно Израиль является корнем проблем Америки и внутри страны, и за рубежом. И, конечно же, Харте обвиняет Израиль в том, что Израиль является государственным апартеидом. И Харте поддерживает антисемитскую кампанию бойкота БДС против Израиля и призывает местных государственных и федеральных властей выступить против Израиля. И, кроме того, параллельно требует от правительства США, чтобы бюджет военный США был сокращен на половину, что привело бы к закрытию более 800 военных баз США внутри США и по всему миру, и было бы сокращено использование оружия, продажа оружия и так далее, и так далее, и так далее. То есть такая вот смесь коммунизма, причем коммунизма очень конкретного, про советского коммунизма, антиамериканского, и откровенной ненависти к Израилю. И поэтому антисемитизм боевиков Black Lives Matter — это вовсе не ошибка, это их основной признак. И ненависть к Израилю, она как бы прошита в их ДНК. И это возвращает нас снова к погрому, который произошел во время праздника Шивот в 30 мая в Лос-Анджелесе. Есть два аспекта в этом погроме, которые оттеняют, как бы акцентируют на проблематичности характера отношений между американской и еврейской общиной и американскими левыми. Во-первых, это полное безразличие СМИ к вот этому антисемитскому, антиеврейскому насилию. Ведь помимо нескольких еврейских репортеров и ультратадоксальных религиозных сайтов, погром во время Шивота, он в значительной степени был просто проигнорирован. Когда же о нем стали говорить, когда он стал хоть немножко известен, то его преднамеренный антисемитский характер он был либо преуменьшен, либо полностью опять же проигнорирован. То есть сначала вообще ничего не говорили, а потом, когда уже стали говорить, окей, да, конечно, там какие-то были проявления антисемитские. Он был создан как антисемитское мероприятие, он изначально был антисемитским. Он таким был по-своему определён, но об этом говорить не хотят. И отказ средств массовой информации освещать погром ясно показывает, что большинство американских СМИ приняли те ограничения свободы слова, которые продиктованы левыми. Ведь политика идентичности теперь доминирует даже над левыми идеями в Америке. И именно Black Lives Matter контролирует политику идентичности. Ведь Black Lives Matter, он считает, они считают евреев по определению угнетателями, а не жертвами. И поэтому нападение на них не является актом фанатизма. Евреи, особенно израильтяне, особенно сионистские евреи, то есть и евреи, которые одеваются так, чтобы идентифицировать себя как евреи, то есть не те евреи, которые одеты как обычные люди, а именно вот такие евреи с лобсардаками, с шапочками, смешными своими кипами, с пейсами, в своих костюмах, они являются легитимной целью погрома с точки зрения Black Lives Matter. Ведь сионизм — это нацизм и апартеид. А израильтяне, евреи-сионисты, евреи, которые, кстати, похожи на евреев, они расисты. И поэтому они писали свои граффити на синагогах в Ферфаксе, «Фак Израиль» из «Свободная Палестина». И еще раньше, конечно, мы увидели очень яркую иллюстрацию того, как вот эта мафия политики идентичности подчиняет себе СМИ. Когда буквально там вот, когда это было, месяц назад, был вынужден уйти в отставку редактор New York Times. New York Times тоже не такая уж прямо правая газета, я бы сказал. Джеймс Беннетт, его заместитель, они были обвинены в преступлении. Что было за это преступление? Вы помните. Оно заключалось в том, что они публиковали статью сенатора Тома Коттона, который призывал подопить беспорядки вот этих самых погромщиков Антифы и Black Lives Matter, если понадобится, даже военной силой. И вот Джеймс Беннетт со своим заместителем, они ушли в отставку за то, что они опубликовали мнение. Вы вдумайтесь. Не то, что они сказали, «О, мы согласны с этим сенатором, он был молодец». Нет, они просто дали ему трибуну. И за это их выбросили из New York Times. И вместо них теперь зашла Шарлотта Гринсит. Она из Intercept пришла. И она будет ассоциированным редактором и главным редактором Times. Но Гринсит, она, конечно, сама носительница очень верных взглядов. Она сама из этой самой мафии бандитской. Недаром в прошлом месяце она участвовала в самой новой кровавой клевете левых о том, что Израиль несет ответственность за предполагаемый системный расизм американских правоохранительных органов. Помните, она написала тогда в Твиттере, что израильские силы безопасности обучают американских полицейских, несмотря на историю нарушений прав. То есть израильтяне — это апартеиды и расисты. И вот они берут наших американских полицейских, учат их там у себя своему апартеиду и расизму, и геноциду. А потом, конечно, наши полицейские американские становятся вот такими вот злодеями и мучат бедных негров, которые обижают их. Вот поэтому мы должны, конечно, громить теперь евреев и полицию. И теперь, конечно, можно не сомневаться, что, освободившись от Джеймса Беннета и поставив Гринсит во главе редакции, газета «Таймс» удвоит свои новостные сюжеты, наполнит их антисемитскими новыми мотивами, и вот этот свой антиеврейский уклон, она продолжит. Но это был один аспект. Второй аспект погрома в Шавотт, который заслуживает отдельного рассмотрения, это тот сдержанный ответ на фоне вот того, что СМИ, они либо полностью подчинены этой левой антисемитской мафии, либо пытаются спустить все на тормозах. Но вторая проблема — это те сдержанные ответы, которые вся эта ситуация вызвала как бы со стороны еврейских общин. Да, действительно, было очень формальное заявление антидеформационной лиги в Лос-Анджелесе. Это еврейская организация, которая объявляет себя главным адресом фактически в призыве и борьбе с антисемитизмом, она просто отмолчалась. Такое маленькое, что-то очень незаметное они сделали, и всё. Но хуже того, даже модерн-ортодокс общины, то есть менее ультра-ортодоксальные общины Лос-Анджелеса и еврейские, они тоже не стали обсуждать нападение на своих ультра-ортодоксальных братьев. И более того, как пишет журналист Гринфельд, общины модерн-ортодокс, они попрятали свои свитки Тор в синагогах из молитвенных залов, спрятали, потому что они понимали, что будет погром, их тоже будут громить. Но отказались осуждать этих самых мятежников, осуждать этих погромщиков, этих бандитов, этих билеклифсметов, которые шли и громили всё подряд, они их осуждать не захотели. Вместо того, чтобы осудить участников беспорядков, нацеленных на сообщество этих самых евреев, которые там живут, и выразить солидарность с жертвами и полицией, которая остановила всё-таки распространение беспорядков, это местный модерн-ортодокс, лидеры этих местных общин модерн-ортодокс еврейских, они как бы обратились к своим общинам, чтобы те поддержали фанатов Black Lives Matter и таким образом как бы искупили свои воображаемые российские преступления. Какие российские преступления? Вдумайтесь только, евреи, которые являются потомками евреев из местечек, переехавшие в Америку, где они, где это самое рабство, которое 400 лет назад было, какие у них российские преступления были? Но в итоге только ульт-ортодоксы, которых громили погромщики, которых защищала полиция, они только, по сути дела, и выступили с благодарностью к полиции Лос-Анджелеса. К сожалению, молчание еврейской общины Лос-Анджелеса, помимо ульт-ортодоксов, которые стали непосредственной жертвой погромов, молчание общин и национальных еврейских организаций на фоне вот этих вот нападений бандитских, оно не является уникальным для Лос-Анджелеса. Ведь в Нью-Йорке евреи тоже выступили против расизма, направленного против негров, в то время как община еврейская подвергается раз за разом антисемитским нападкам со стороны вот своих этих самых негритянских соседей. И более того, нью-йоркские евреи не выступают теперь даже и против мэра Билла де Блазио, несмотря на его постоянные антисемитские выпады и фактические действия, являющиеся ничем иным, как дискриминацией. Вот, например, недавно де Блазио направил полицию, чтобы заблокировать игровую площадку в ультра-ортодоксальном районе Вильямсбург, в Бруклине. Как бы вот коронавирус, дистанция, игровая площадка должна быть закрыта, ортодоксы, ультра-ортодоксы его не слушались, и он послал туда полицию, она закрыла эту площадку. Окей, мы бы это поняли, если бы соседние площадки, где дети не евреи, они бы не продолжали весело играть в парки по соседству. То есть по всему Бруклину и во всей остальной части города была заблокирована только одна игровая площадка для детей из ультра-ортодоксального района. При этом сам де Блазио, почему он там туда сам не приехал, он был занят в это время, участвуя в массовой акции протеста вместе с Буэтли Фсмэта в другой части Бруклина. И, разумеется, излишне говорить уже о том, что нью-йоркские евреи не только не протестовали против вот этого фанатичного, антисемитского поведения, они не помогли общине в Вильямсбурге. И когда местные еврейские лидеры просто пошли и взломали эти замки, которыми полиция заперла их в детскую площадку, чтобы дети могли продолжить играть, то никакая другая еврейская община к ним не присоединилась, они были одни. Но это только контекст. На самом деле все гораздо хуже. Вот возьмем конгрессмена Элиота Энгеля. Он 16 лет был президентом и председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей. И он теперь сейчас проиграл, потерпел поражение в основной гонке за переизбрание внутри демократической партии. При этом Энгель, он был как бы на протяжении всей своей каденции одним из самых верных сторонников американо-израильских связей в демократической партии. И он очень либеральный демократ. Его победил Джамаль Боуман. Джамаль. Джамаль Боуман, который поддерживает, разумеется, хартию Black Lives Matter. И он призывает к тому, чтобы БДС, бойкот Израиля, был как можно шире распространен. И более того, он поддерживает обусловливание американской военной помощи Израилю тем, чтобы Израиль пошел на уступки палестинским арабам. То есть пусть Израиль отступит, тогда мы, типа, если он не хочет отступать, мы ему не должны оказывать военную помощь. И Боуман полностью как бы принимает вот этот российский взгляд, российский взгляд Black Lives Matter на Израиль, говоря, что как расово-гнетенный афроамериканец, он, понимаете, он выбрал сейчас в Конгресс, он расово-гнетенный афроамериканец. Он идентифицирует себя с палестинскими арабами. И сам Боуман и средства массовой информации, которые его поддерживали, особенно, конечно, вот эта компания из Intercept, откуда пришла Гринсит, сейчас ставшая главой New York Times. Так вот, они, когда вели его пропагандистскую кампанию, его, конечно же, поддерживали против Энгеля, они сконцентрировались на том, что Энгель слишком любит Израиль. И вся их, как бы, пропаганда за Боумана, она была совершенно откровенно антисемитской. Они, например, утверждали, что Энгель, как еврей, предан гораздо больше Израилю, чем избирателям своего района. И при этом, что, как бы, наверное, самое странное и самое удивительное и самое шокирующее, что многие евреи, прогрессивные, как мы их называем евреи, они, вместо того, чтобы осудить Боумана и его сторонников за фанатизм и за антисемитизм, они его поддержали. И более того, в прогрессивной еврейской газете «Форвардс» было написано так, я процитирую сейчас, «Кандидатура Джамаля Боумана просит нашу общину вернуться к её прежним широко распространённым проблемам. Мы требуем, чтобы мы осознали, насколько важно решать и устранять социально-экономические и расовые страдания в нашем народе». Ну, имеется в виду, как бы, весь американский народ. На этих выборах 16-летний белый еврейский президент, он теперь еврей и белый, как бы всё плохо, который предлагает старые решения, противостоит молодому чёрному голосу, предлагающему ответ на этот момент в Америке, и поэтому еврейские избиратели должны выразить своё стремление к лучшему будущему. Другими словами, Энгель, он оказался слишком еврейским и слишком произраильским. И вот так его заменил Джамаль Бум. И возникает вопрос, почему американские евреи отказываются постоять за себя? И вот здесь Кэролин Глик приводит как бы три объяснения, которые я приведу здесь. Она говорит так, есть группа, которая просто боится говорить, просто бояться, есть люди, которые не осознают опасности, и есть люди, которые являются сами частью этой проблемы. То есть еврейское общество сегодня американское, которое как в мультике про Маугли, как бандерлоги завороженные Као, вот этот Black Lives Matter как Као, он обращается, смотрит на этих бандерлогов, и они смотрят на него зачарованно, и не пытаются даже бороться. Одни просто боятся. При этом, конечно, не только евреи, как многие неевреи, чьи магазины были разграблены, они выражают поддержку как бы поддержку тем, кто разграбил и уничтожил их магазины. Окей, может быть, действительно некоторые из них сочувствуют людям, которые уничтожили их источники дохода. Но, скорее всего, гораздо больше людей, которые просто напуганы. Они понимают, что если они сейчас выступят против этих погромщиков, то мало того, что у них разрушено все хозяйство, на них еще обрушится всей мощью вот эта вот бандитствующая мафия СМИ, которая пригвоздит их вот этими терминами расисты, геноцид, апартеид, вы не любите негров, вы не устал где-нибудь еще, и дальше по тексту. Эти люди все понимают, но боятся, и они себя ассоциируют, говорят, да, да, мы понимаем, что вот эти несчастные погромщики, они на самом деле, мы выражаем им поддержку. Этим людям просто не нужно больше проблем. И в нынешней атмосфере, когда правит толпа, и когда полиция, которая как бы пытается их защищать, и она сама обвиняется в их защите, подвергается нападению за то, что они пытаются защищать вот этих несчастных людей, то вот эта осторожность, как бы для них, они выбирают вот такую стезю и предпочитают отмалчиваться или даже поддерживать своих палачей. Но есть еще и другие, есть невежественные, которые являются продуктом своей среды, ведь большинство американских евреев, они являются демократами, увы, и большинство демократов получают новости от своих новостных организаций, которые из-за того, что мы сказали уже, как бы из-за того, что члены политики идентичности подавили теперь все другие левые движения, фактически контролируют весь дискурс левых демократических изданий Америки, они просто не сообщают о том, что происходит. То есть, окей, был погром, о нем многие евреи Америки просто даже не знали об этом погроме. А если узнали, да, какие-то были выступления, может быть, ребята погорячились о том, что это был спланированный антисемитский, антиеврейский погром, настоящий погром в лучших традициях вот этих самых страшных погромов начала века 20-го в России, об этом просто ведь демократическая пресса не пишет, а недемократической прессе эти потомственные демократы не доверяют. А крупные организации, либеральные синагоги, они вообще открыто поддерживают Блеклифсмерта. Так откуда рядовому еврейскому демократу вообще узнать, что происходит в соседнем городе даже, может быть, в соседнем районе? И это, конечно, подводит нас к третьей проблеме, к третьей части проблемы, к тем евреям, которые, по сути дела, являются сутью, частью вот этой самой проблемы ужасной. На этой неделе группа крайне левых еврейских группировок опубликовал открытое письмо еврейскому обществу Америки с требованием, чтобы американские евреи обязались соблюдать так называемый Новый Завет, основанный на семи новых принципах. И первый принцип — это явное подтверждение того, я цитирую, что Блеклифсмэттер — это утверждение, которое, по сути своей, верно и должно приниматься без малейших оговорок. Помните, учение Марса верно, и потому оно бессмерто, как это формулировалось? Я вот сейчас уже не помню. Но вот здесь так и они пишут. Блеклифсмэттер — оно, по сути, верно, и поэтому принимать его нужно без малейших оговорок. Ну и дальше идут ещё шесть принципов, которые, по сути дела, являются экстраполяцией и расширением вот этого первого принципа. Таким образом, еврейское сообщество не только не готово, с одной стороны, бороться со структурным антисемитизмом Блеклифсмэттер, но радикальные представители этого сообщества еврейского теперь ещё и требуют, чтобы остальная часть сообщества поддерживала этих антисемитов и принимала антисемитскую как бы подоплёку, нарратив, как важнейший принцип Нового Завета для американских евреев. То есть вы жертвы, мы будем вас гнобить, а вы ещё благодарите своих палачей и принимайте это как некое откровение, которое должно заменить все другие идеологические нарративы ваши. И вот, например, Хиллель Интернешнл — очень известная еврейская организация, а также движение тех самых реформистов, Еврейская Федерация Сан-Франциско, среди прочих, они подписали письма в поддержку этого самого Нового Завета. То есть всё очень серьёзно, это уже не какие-то маргиналы, это мощные пласты, ведь мы знаем, что большинство тех людей, которые называют себя евреями в Америке, они объединены вот в эти конгрегации реформистов и консерваторов. Так вот, эти крупные, крупные пласты этих общин, они поддерживают вот эту замену, фактически принятие Нового Завета. Я уже не говорю о том, как это звучит с религиозной точки зрения, насколько это вообще ужасно, фантастически, но вдумайтесь в суть вот этого Нового Завета, Black Cliffs Matter верно по своей сути и всё остальное как бы просто отметается. И буквально на неделю назад, по-моему, в Wall Street Journal была опубликована статья, такой призыв к представителям политических кругов проснуться и выступить против идеологической диктатуры политики идентичности. То есть вот, как бы это же не только еврейская проблема, это проблема всей Америки в целом. New York Times не еврейская газета, а газета всей Америки. То, что там произошло сейчас, когда убрали очень левого редактора просто за то, что он посмел дать трибуну человеку, который думает не так, как левые фанатики, левые экстремисты. Это же на самом деле это классические, это худшие формы того, что мы называли советским режимом, советской диктатуры. Так вот, в Wall Street Journal был призыв проснуться и выступить против этой идеологической диктатуры. Но похоже, что у еврейских жертв этой как бы диктатуры мысли абсолютно не готовы сейчас. Они не готовы услышать этот призыв, и они, скорее всего, окажутся последними, кто услышит его и прислушается. И это, конечно, ужасно совершенно. И у меня очень пессимистические прогнозы относительно будущего евреев в США. причем речь идет даже не столько о сохранении общин, сколько просто о их физической целостности и благополучии. Сергей. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я, конечно, тоже в ужасе, но с другой стороны, вы знаете, я все это, вообще-то говоря, ожидала. Дело в том, что в последние годы правления нашего первого мусульманского президента он сместил многолетнего директора ЭДЛ антидеформационной лиги Абрахама Фоксмана и поставил одного из работников своей администрации Гринблота. Гринблот, естественно, является прокси нашего бывшего президента. Обамы. И он, естественно, антисемит, несмотря на то, что еврейского происхождения. То есть, это антиеврей. И он проводит вот эту вот политику. Black Lives Matter это важно и все такое прочее. Это все корни, все это идет из глубинного государства. Дип-стейт. Поэтому единственная надежда это если мы все выберем, переизберем нашего президента Трампа. Кто в общем-то спаситель цивилизации. Я бы даже не сказала, что он спаситель Америки. Он будет спасителем цивилизации. Потому что все идет от Америки. Кроме Америки и остальные страны вообще пали еще ниже. Но там Австралия немножечко как бы пытается действовать. А вообще-то, говоря, это последняя остановка. Поэтому многие не понимают, что такое Трамп. и говорят, вот он по-человечески, там не очень и все прочее. Но вы знаете, это настолько как бы даже не знаю, как это назвать. Надо понимать, что главное, что не главное. И какие там мелочи. Свою, например, жену, когда человек любит, он знает ее недостатки тоже, но он любит ее за ее достоинство. А недостатки, ну, у всех есть какие-то мелкие. Поэтому единственное выбрать нашего президента. Спасибо. Ну, мне остается только полностью разделить ваш призыв. И это действительно сегодня израильтяне точно так же, как вы, американцы, надеемся и молимся, чтобы Трамп сохранил свои позиции. Потому что тот, кто может его сменить, это настолько ужасно. Тут недавно я слышал очень точную цитату. Кто-то сравнил Байдена, неприходящего в сознание, это вашего Черненку, которого хотят запустить в качестве космонавта, с Керенским, то есть слабый. Байден все-таки относится к такому мейнстримному левому направлению. От него не ждешь каких-то страшных катастроф. Но он будет тем Керенским, который, по сути дела, сдаст страну без боя большевикам, экстремистам, радикалам, хунгейбинам, вот этим самым компрочекосам духа, которые сегодня пока что бесчинствуют только там на периферии, где-то там и здесь. Но если они дорвутся до власти, то, конечно, мало не покажется. И пугает все больше и больше, поскольку, да, действительно, вот Керлин Глик приводит анализ, который я сегодня процитировал по поводу американских евреев, но мы же тоже самое можем сказать и про остальных американцев тоже. Есть люди, которые просто боятся говорить, есть люди, которые живут внутри пузыря и не понимают, что происходит, пока, так сказать, это не коснется их непосредственно. И есть люди, которые являются частью этой проблемы, которые несут этот кошмар на Америку, и они, скорее всего, будут первыми, кого растерзают на куски, ведь мы уже видим эти ситуации, да, революция пожирает своих детей. Тут недавно я видел в сети совершенно жуткую историю, ну, не жуткую, на самом деле, очень поучительную. Какой-то очень прогрессивный человек создал сеть курсов йоги, и они были все-таки прогрессивные, там и диверсити, и все, что вы хотите, и они за все меньшинства, и за Блетлифсмэтер, и против Израиля. Но в итоге, я так думаю, что возникли конкуренты, которым понадобилось убрать этого человека, он с поля, и они его обвинили, что он недостаточно диверсити, недостаточно разносторонний, недостаточно инклюзивен, недостаточно поддерживает все меньшинства, и Блетлифсмэтер, недостаточно клеймит Израиль. И теперь ему объявили бойкот, как вот в Фейсбуку сейчас, за недостаточное клеймление и зажимание ртов. И он потерял все, он продает свое имущество, чтобы расплатиться судами. И этот человек, по которому проехался каток вот этого страшного марксистского ужаса, он не прозрел. Он говорит, да, я недостаточно был инклюзивен, недостаточно осознавал диверсити, которая во мне была, и я теперь учусь этому, чтобы стать лучше. Так что, конечно, ситуация очень серьезная. Очень. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну, а сейчас, если можно, о взрывах, которые продолжаются в Иране. Да, очень интересная ситуация происходит. Буквально прошлой неделе мы беседовали с вами, говорили о взрывах на оборонном объекте Парчин, и тогда мы, цитируя зарубежные источники, говорили о том, что намекают на то, что это могла быть работа израильских хакеров, которая, в свою очередь, была ответом на иранские попытки нанести совершенно страшную вещь, сделать. иранские хакеры пытались захватить управление над системами очистных сооружений водных израильских, запустить питьевую воду хлор в большом количестве, чтобы вызвать массовое отравление. Но хакеры иранские, слава богу, оказались более слабыми, чем израильские, и израильтяне это все дело перехватили. Ну и, чтобы как бы иранцы поняли и осознали, вроде как была израильская ответная атака. Но сейчас кувейцкая газета Аль-Джирида пишет уже совершенно новые вещи, и она утверждает гораздо более интересную вещь. Они говорят так, что вот этот взрыв на оборонном объекте в Парчине, о котором мы говорили на прошлой неделе, который произошел 26 июня, он стал следствием атаке, осуществленной самолетами Аф-35 израильских ВВС, которые теперь, как выясняется, способны долететь до Ирана без необходимости дозаправки в воздухе. Я до сих пор считаю, что, ну, понятно, что арабские газеты, арабские СМИ это не тот надежный источник, на который можно спокойно ссылаться без оговорок. И, тем не менее, конечно, если израильтяне, действительно, используя американские Аф-35, научились преодолевать расстояние из Израиля до Ирана и возвращаться без дозаправки, то это, конечно, фантастический прорыв военной мощи Израиля. Это совершенно очень серьезный и очень ясный посыл иранским аятолам. Но можно предположить, что все-таки это было не совсем прямо из Израиля. Мы помним, что в свое время израильцам намеревался осуществить такую атаку, используя аэродром в Азербайджане. И эту атаку слили израильские левые Обами, а Обама это все дело в 12-м году, по-моему, это было, он это дело все сорвал. Но, может быть, ситуация изменилась сейчас, может быть, Азербайджан снова в деле. Не то, что он был в деле, но как бы его не сильно спрашивали, но он не мешал. А может быть, это и не Азербайджан, может быть, это кто-то из арабских стран. В конце концов, сейчас у Израиля такая дружба с арабским миром против Ирана. Мы об этом говорили, что, может быть, так или иначе, арабы утверждают, что это был не просто хакерский налет, а это был именно налет с воздуха F-35, что это были ракеты. А вот то, что произошло вчера, когда на другом ядерном объекте в Натанзе тоже произошел взрыв, это уже по версии газеты, которую сегодня подтвердили сами иранцы, что это, мол, следствие атаки израильских хакеров. Что был спровоцирован взрыв резервуаров с талидом урана, газом, необходимым для обогащения урана. И в итоге 80% запасов этого газа уранового, который обогащает, чтобы получить уже военные, военные, до военной мощности обогащенный уран, его уничтожили. Вот. Теперь значит, газета Эль-Джеридо приводит некие подробности, говорят, что, мол, был вызван пожар на подземном объекте, что все это отодвинет, отбросит программу ядерного обогащения Ирана примерно на два месяца. Вот. Но понятно, что израильтяне это дело никак не комментируют. И я объясню, почему. Дело в том, что иранцы уже заявили, что если они только узнают, что за этими ужасными преступлениями стоят израильтяне и американцы, то тогда месть их будет страшной и ужасной. И, конечно же, у Натаниел нет никаких оснований провоцировать иранцев, вынуждать их к тому, чтобы они потом отвечали за свои слова. Поэтому, пока Израиль не признается, что это вообще его рук дело, то иранцы могут сотрясать воздух, но говорить, ну мы же не знаем точно, мы не можем сейчас тут поломать все стулья и броситься в истерики, пока мы не знаем. Вот если бы мы узнали, мы уж точно бы, никто бы не уставил против нашего гнева, но мы не знаем. Поэтому иранцы утираются и сначала они полностью отрицали, сначала они говорили, что вообще ничего не произошло, там какой-то ангар обгорел, там то все. Сейчас мы уже понимаем, что действительно нанесен очень серьезный ущерб, во-первых, запасом газа, из которого они обогащали, чтобы получить обогащенный уран, и, во-вторых, заводом по производству ракет, ракетного топлива и ракет, ракет дальнего радиуса который действительно представляет для Израиля большую опасность. Этот завод поднес очень серьезные повреждения, ему нанесены были, и, как мы теперь можем предположить, это была даже не атака хакеров, это был налет самолетов, и если это действительно был налет военных самолетов израильских, то это очень серьезно, поскольку это показывает Ирану, насколько он уязвим, и насколько ситуация, насколько израильские мощности действительно велики. Ну, позовем, увидим, посмотрим. Возможно, что, конечно, арабы сами в этом немножко причастны, они помогали Израилю, но признаться, пока они не готовы, не хотят, тоже не хотят, чтобы на них гнев иранский обрушился. Вот, поэтому все молчат, иранцы утираются, но теперь это стало очень часто, буквально каждую неделю мы слышим о новом таком вот налете, и это все, конечно, надо рассмотреть в контексте приближающегося окончания санкций, санкции ООН, которые были наложены на продажу оружия Ирану, они заканчиваются, Америка пытается, Трампа, администрация Трампа пытается продлить эти санкции и пытается, как бы, добиться от мирового сообщества, чтобы мировое сообщество это приняло. ЕС и Россия пока уворачиваются, говорят, Америка вообще тут не может никак выступать, потому что она сама расторгла договор о ядерной сделке, теперь она не является одним из тех, кто вправе потребовать возобновления санкций. Но это, на самом деле, выворачивание совы на глобус, то есть это не соответствует тем договорам, договорам международным, которые были подписаны, но это потребует сейчас от Трампа очень серьезной работы, не знаю, может быть, мы поговорим об этом сегодня, может быть, поговорим в следующий раз, очень серьезной дипломатической работы вынудить мировое сообщество продолжить эти самые санкции ООН, которые скоро закончатся, и, конечно, если Трамп возьмется за это, то, безусловно, он преуспеет. Вопрос в том, насколько он сейчас со всеми своими проблемами внутри страны и приближающимися выборами будет готов приложить как бы вот все свои энергии, все свои силы, как он этого умеет делать. Сергей. То есть вы полагаете, что, в принципе, мировое сообщество готово снять санкции? Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос... А могли бы вы чуть погромче, потому что у вас как-то... Да, у меня такой вопрос вот к Александру. Есть ли у него возможность такая же самая, вот как наше радио или там другое это вот телевидение, так же самое разъяснять свою позицию, и все как нам. Спасибо. Есть ли возможность разъяснять где? В каком смысле? Мы можем только предполагать, ну, наверное, у себя там, в Израиле. Ну, окей. Скажем, да, действительно, такая возможность рассказывать эти новости по радио у нас есть только благодаря замечательному каналу «Народная волна». В Израиле у меня такой возможности нет, но, с другой стороны, есть социальные сети, есть статьи, которые публикуются на русском языке в самых разных изданиях, и, в общем, люди, которые заинтересованы узнать, что происходит, имеют такую возможность. Давайте приведу следующий зону. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот, в общем-то, если мы посмотрим на Соединенные Штаты, на Израиль, это такие две страны, которые, мне кажется, извне невозможно победить, а вот изнутри можно разрушить. Вот то, что происходит здесь, и то, что происходит в Израиле, когда вот это вот у нас глубинное государство, а у вас тоже, мне кажется, щупальцы идут отсюда же, от глобалистов и так далее. Ну, о чем речь, в общем-то? Вот я прочитала, что ваш замечательный суд справедливости, так называемый, вынес постановление запретить обучение иудаизма в армии, чтобы никаких геюров там не было. Ведь на самом деле единственная религиозная община, ортодоксы несут традиции, несут идентичность и так далее. То есть, без них евреи перестанут быть евреями. Это происходит здесь, и это будет происходить в Израиле. И эта тенденция, в общем-то, недопустима. И мне бы хотелось узнать, будет ли какая-то апелляция против этого очередного решения противоизраильского, или вот так этим и закончится. Потому что очень много приехало людей, которым наплевать на Израиль, наплевать на его еврейский характер, естественно, и там антисемитизм будет подниматься точно так же, как и здесь, потому что финансируется он все из тех же источников. Спасибо большое. Вопрос очень интересный, сложный, конечно, так сразу трудно охватить все. На самом деле проблема в Израиле есть уже и очень серьезная. И действительно идет юридическая война между Верховным судом, который с одной... У Верховного суда израильского как бы две цели, два направления войны. С одной стороны он пытается подмять под себя полномочия все, то есть просто превратить Израиль из демократической республики в такую олигархуру, демократию, что ли, которая будет подчиняться старцам из Верховного суда, которые сами будут назначать себе преемников. То есть отменить демократию и сделать все подчинить Верховному суду, это по сути дело то, что происходит, когда Верховный суд узорпирует себе права и Кнессета, и правительства. Мы об этом говорили не раз. Это одна сторона проблемы. Другая сторона же проблемы в том, что действительно все эти группировки левые, которые раньше были как бы просто носителями левого нарратива, сейчас их заменяют радикальные фанатики, мы их называем неамарксистами, и эти неамарксисты, они несут в себе совершенно другую тенденцию, то есть они даже не столько хотят захватить власть, сколько хотят разрушить либерально-демократическое общество как таковое. То есть их идеологическая позиция, как у большевиков, как у исламского государства, как у братьев-мусульман, она в принципе отрицает либерально-демократические ценности, на которых построено американское или израильское общество. И поэтому их задача даже не столько захватить власть и прогнать правых, сколько уничтожить эту саму структуру как таковую. Поэтому для них, например, многих удивляет, говорят, ну как же так может быть? Вот братья-мусульмане, они гомосексуалистов просто убивают. И вот эти самые организации, которые выступают от имени гомосексуалистов, как они называют себя, ЛГБТ, они идут вместе с этими братьями-мусульманами на погромы и устраивают сейчас в Америке и в Израиле вот эти все беспорядки. Как это может быть? Ведь они что, не понимают, что их же первых потом убьют? Во-первых, действительно, они не понимают. Во-вторых, эти организации, которые как бы от имени каких-то меньшинств выступают, точно так же, как Блэк Ливс Мэттер абсолютно не защищает интересы, реальные интересы негритянского населения Америки. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что кто защищает интересы негритянского населения Америки? Это Трамп, кто обеспечивал работой эту общину, так как не обеспечивал ни один президент в истории страны, если я не ошибаюсь. Эту общину продвигают такие люди, как Томас Солл или Кларенс, судья Верховного Суда Американский, которые становятся как бы символами американской культуры и американских ценностей. А вот эти самые организации, это не марксистские организации, которые, говоря от имени угнетенных меньшинств, когда-то это был рабочий класс, сегодня это негры или сегодня это гомосексуалисты или еще кто-нибудь, они на самом деле пытаются разрушить существующее государство и построить весь мир насилием и разрушим, да, и до основания, а затем. Вот что затем, потом мы знаем, что приходит затем. Но, конечно же, это люди крайне опасные, фанатичные, они гораздо опаснее обычных мейнстримных левых, которые сейчас, опять же, по глупости своей думают, что вот они эту ударную силу используют, а потом это двинут в сторону. Не удастся это двинуть. Мы знаем на примере несчастной России, что такое не проходит. И, конечно, это все очень-очень печально. По поводу Израиля идет война между Кнесетом и Верховным судом. И то, что пример, который привели только один из ужасных примеров, есть гораздо более ужасный, мы о них говорили и будем говорить еще. Пока Натаньяу как бы у власти он пытается все-таки как-то может тормозить. Когда он уйдет, я не знаю, кто его сменит. Я надеюсь, что это не скоро еще случится, потому что тогда действительно у правых не будет такого лидера, который будет способен достаточно мудро, разумно и прагматически, тормозить или как бы даже сдерживать или вести в атаку, наоборот, пойти в атаку на этих вот разрушителей либерально-демократических основ наших обществ. Да, 847-400-5200, телефон нашей студии. Вот я сейчас как раз читаю, более 400 синагог и еврейских организаций подписали письмо в поддержку организации Black Lives Matter. Это совершенно удивительно, это настолько, как бы это ужасно совершенно. С другой стороны, мы помним прекрасно, что многие евреи поддерживали революцию, которая потом растоптала еврейские общины, еврейскую жизнь в Советском Союзе совершенно безжалостно и нанесла такой ущерб колоссальный российскому еврейству, от которого уже не смогли восстановиться до сих пор. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, знаете, у меня вопрос будет как бы из прошлого, хотя у нас сейчас очень большие проблемы в настоящем. Он будет касаться Альтолены. Люди, которые расстреливали Альтолену, я считаю, были преступниками. Ну, какие только возможно себе представить. И вот, как вы считаете, как мог израильский избиратель избрать самого главного командующего этим расстрелом премьер-министром Израиля. Я имею в виду Рабина. Мне так объяснили, что вот вы считаете, что он совершал, человек совершает плохие дела, а другие считают, что это очень-очень хорошо. Неужели большинство избирателей считали, что он совершал правое дело? Спасибо большое. Объясните, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что у нас буквально одна минута, да, Сергей? Поэтому я попробую уложиться в эту одну минуту. У нас есть пять минут времени. Большинство израильских избирателей, во-первых, просто не знало вообще ничего об этой ситуации, а если что-то и знало, то знало именно на уровне, что какие-то бандиты хотели поднять восстание в 1948 году, но бесстрашный Бенгурен и бесстрашный Рабин это восстание подавили, и честь им и хвала. Та же самая ситуация, как сегодня. Огромное количество людей в Америке не понимают, что происходит на самом деле, в том числе объектом ненависти и антисемитизма со стороны Блеклифс Мэттер антисемитской, бандитской, не марксистской организации, они поддерживают эту организацию, а, не понимая, в чем суть, и б, не зная вообще, что там происходит. Увы, 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 люди остаются людьми, ничего не меняется в разных странах, в разные времена, и единственный способ борьбы с этим это вот нести слово правды, то, что делает народная волна. Я надеюсь, Сергей, у вас будет больше сил, больше слушать или больше тех, кто смотрит и следит за вашими передачами, и больше людей в Америке будет знать, что происходит в мире и делать свои выводы. Это наши коллеги-конкуренты ходят по рекламодателям, рассказывают, что у нас совсем плохи дела. У нас дела действительно не очень хороши с количеством рекламодателей, но вот что касается слушателей и зрителей наших, то нашим коллегам далеко до нас, и, похоже, никогда не достигнут этого уровня. Вот сейчас остается буквально 4-5 минут времени по поводу суверенитета, что это необходимо сделать сейчас и какую роль это может сыграть. В эти минуты трудно уложиться, но я попробую как бы таким вот телеграфным текстом. 1 июля было позавчера у нас в Израиле, 1 июля была та дата, которую Натаньяо как бы объявил о том, что с этого момента начнется ротостранение суверенитета, и мы видим, что пока ничего не происходит. То есть какие-то переговоры между американской и израильской группами, подготовливающими весь этот процесс, идут, но не далее того. Мы понимаем, что у Натаньяо в правительстве сидит вот этот самый троянский конь Ганса, который всеми силами тормозит ситуацию, чтобы дождаться ближе к ноябрю, чтобы понять вообще, что происходит, и если как бы так получится, что демократы приходят и сменяют Трампа, то зачем нам нужна этот суверенитет, зачем ему эта головная боль, лучше мы это все торпедируем. Хуже того, и у самого Трампа вроде сейчас как бы столько всяких проблем, и он начинает колебаться под давлением советников тех или иных, что может быть не стоит поддерживать сейчас Израиль в этом решении. И на мой взгляд очень четкая ситуация и для Трампа, и для Натаньяо сейчас как бы критическая минута, даже не минута, критический момент от того, как они себя поведут, продолжат ли они быть теми, кем они были до сих пор, Трампом и Натаньяо, зависит, или не продолжат, зависит от того, запомнятся ли они в истории как величайшие политики всех, как бы нашего времени, наших стран, или они будут таким же разочарованием, как, например, Борис Джонсон, на котором многие возлагали большие ожидания, а потом мы увидели, что, в общем, он сдулся, и сейчас он часть вот этого европейского истеблишмента, который противостоит и Трампу, и Натаньяо. Для Трампа очень важно, он был до короны, это был тот политик, который, как на английском говорят, и говорит, и делает. Он и говорил хорошо, и делал все правильно. Сейчас мы видим, как эти колеса, что там сбивается, и никак он не может, и в отношении суверенитета точно так же ощущается такой момент, что вроде как он уже не очень заинтересован и не готов поддержать Израиль в этом. Это будет очень большой ошибкой для Трампа, потому что новых сторонников он так не приобретет, а вот старых сторонников он может очень сильно разочаровать. И в 10 раз так же верно для Натаньяо. Натаньяо, по сути дела, это главное дело его жизни. Если сейчас он распространит суверенитет, он войдет в историю Израиля, как один из величайших лидеров еврейского народа. Если он это все, как говорится, профукает и спустит на тормозах, то это будет такое разочарование, которое не простит ему никогда и через многие десятилетия еще. Но давайте подробнее об этом уже поговорим, когда у нас будет больше времени. И будем ждать, будем надеяться, что все-таки два этих человека, которые нас не разочаровывали до сих пор, нас не разочаруют. И оба этих лидера подвергаются таким атакам немыслимым со стороны прессы, со стороны Дипстейта, со стороны... Да, и не только. На самом деле, я не случайно вспомню Бориса Джонсона, потому что Борис Джонсон, человек, который как бы вообще казалось, что он такой вот, знаете, такой заклокоченный блондин, чем-то похож на даже на Трампа, и он такой резкий в разговорах своих. Он буквально несколько недель назад опубликовал в израильской газете «Идиот охрану» большое письмо к Натаньялу, типа «Не смей распространять суверенитет, а то будет тебе ну-ну-ну». Вот. И это как бы добавляется ко всему тому разочарованию, которое уже случилось по поводу Джонсона, который, в общем-то, не сумел показать себя хорошим лидером. Он хорошо говорил, но в отличие от Трампа, он не умеет действовать, он не умеет решительно действовать. И как бы все его действия сейчас даже в вопросе возвращения санкций ионовских на Иран, он тоже, он должен помочь Трампу и Натаньялу вернуть эти санкции, а он что-то такое бубнит непонятное, точно так же, как европейцы. И видно, что он это пытается спустить на тормозах. И это, конечно, ужасно разочаровывает. Но снова будем надеяться, что Трамп и Натаньялу и с ними Бог, и народы наши сумеют выйти из этих передряг, и мы победим. Спасибо огромное, Александр, и до встречи в следующий раз. Спасибо.